Особое мнение на 101FM Что пишет Ирина Воробьева, наша коллега Московское Эхо Очень много камер, очень много журналистов Адвокаты просили вызвать сегодня в суд в качестве свидетеля Екатерину Рейферт, это девушка, которую мы знаем как невесту Никиты Белых Чтобы после того, как ее допросят как свидетеля, они могли заключить брак Мне вот непонятно, как свидетель Ну не знаю, возможно следствие предполагает, что она может что-то знать Не знаю, но в общем судья сказала, что сегодня допросов свидетелей не будет Сегодня определяется порядок рассмотрения по делу И договорились, что заседания будут проходить каждую среду с полудня Но собственно говоря, сейчас, как пишет Ирина Воробьева, выступает прокурор Видимо, как раньше сообщали СМИ, сегодня должно быть оглашено Обвинительное заключение, позиция прокуратуры После этого, насколько я понимаю, Никита Белых должен высказать свое отношение к делу Но к этой теме мы еще вернемся, пока следим К Николаю я обращаюсь с вопросом следующим Несколько дней назад вы в Фейсбуке анонсировали проведение мероприятия Не в рамках дискуссионного клуба «Вечерний» Мероприятие называется «Открытая площадка 10 сентября нам выбирать» Вы пригласили туда кандидатов в губернаторы Кировской области и Василия Сураева Как единственного человека, идущего в Городскую думу, который при этом заявил о своих амбициях на пост главы города Мэра города 10 сентября нам выбирать Мероприятие будет проходить 6 сентября в галерее прогресса Это Горького 5 Вход свободный, начало в 6 вечера Так что приглашаю всех Приглашаете всех Отлично У меня вопрос следующий Вы пригласили пятерых человек Четверо кандидатов в губернаторы и Василий Сураев Кто ответил согласием и кто точно придет? Все, кроме Васильева Со всеми я лично пообщался Все придут, подтвердили По Васильеву я сделал письмо Специальное письмо И сделал так, что оно попало ему прямо в руки Пока официального ответа, отказа или согласия нет Нет, но по моим данным У него завтра какая-то поездка Как, впрочем, и сегодня, и послезавтра Какая-то поездка в район И возможно, что не будет То есть он не вернется к этому времени Из района Не факт И хотя я, значит, им предложил Что если его самого не может быть То может быть его доверенное лицо прийти Будет, не будет Пока интрига остается А как-то сказали вам В какие примерно сроки дадут ответ все-таки Ждать или не ждать кого-то Ничего не сказано Может сейчас звонок раздастся и сообщат Отлично, это будет хорошо Если так, я надеюсь, что нас слушают Так что я не скажу Да, Николай, скажите, пожалуйста Эта идея, которая вот сейчас будет реализована Она у вас возникла? Или вы как-то там, может быть, обсуждали с кем-то Из коллег, из журналистов? Нет, она у меня возникла Просто она возникла сначала довольно узкая По Сураеву В моем понимании Если человек претендует на пост мэра Он должен встречаться с людьми Им рассказывать свою позицию И он от людей может очень много услышать А потом решил я расширить Я вообще считаю, что такие встречи Перед каждым выбором должны быть Так, перед прошлыми были, насколько я помню Перед прошлыми были, да, губернатора мы проводили Так, кто приходил? Приходили Черкасов был От Мамаева был человек Белых сам не смог Потому что у меня прямая линия была с премьером А был Тимченко Вячеслав Да Понятно Хорошо, подтвердили все Кроме Васильева Васильев пока ничего не сказал В каком формате это будет? Этот формат будет Ну, так назовем беседы Своеобразные Время довольно ограничено Потому что количество спикеров большое А желающих задать вопросы будет много Поэтому я буду довольно жестко модерировать Чтобы более короткие были Как бы какие-то объяснения Пояснения Каждый свою позицию выскажет Из приглашенных Затем, значит, они между собой смогут Друг другу вопросы задать Какие-то уточняющие вопросы Подискутировать Подискутировать Я, скорее всего, вопросы задам им А потом, значит, из зала пойдут вопросы-ответы Вопросы-ответы выступления Ну, я должна сказать, что тема Заявлена площадке следующая Как дальше будет жить и развиваться Кировская область и город Киров Все верно? Все верно, да То есть вот на эту тему кандидаты должны будут высказываться Скорее всего, по мне, основная тема Это, что 10 сентября нам выбирать Вот, чтобы каждый задумался И 10 сентября пришел и проголосовал Так, как ему сердце велит Нет, ну подождите Тогда все пришедшие просто могут сказать Приходите и голосуйте И все Даже могут не говорить Голосуйте за меня Нет, голосовать, призывать Это да, надо, конечно А какая-то агитация Я буду ее, так скажем Жестко пресекать Жестко пресекать Как избирком Потому что, в принципе, это не для агитации мероприятия Поэтому здесь такого не должно быть Ну, на самом деле, ведь это хорошая идея Мероприятие на понимание Вообще, площадки дискуссионные действительно должны быть И люди должны презентовать и программу Не на закрытых мероприятиях, а на публичных Все верно Полностью согласен Мы смотрим зарубежные сериалы И видим, как происходит это все В некоторых других странах Да, где кандидаты приезжают даже в школы И в школах проходят дебаты Между одним кандидатом на пост мэра и другим Хотя школьники не голосуют Ну, я вам замечу, что это мы видим То, что по телевидению показали Разумеется Или СМИ А еще, на самом деле, их еще больше Их гораздо больше Они проходят неформально Как наши Она уж особо и не будет Может освещаться Но, тем не менее А вот, кстати, про освещение Вас спрашивали в социальных сетях Я помню, да? Говорили, что, может быть, получится сделать какую-то трансляцию в Ютьюб Нет, я просто не успеваю Физически Не сможете Нет, запись будет А трансляцию нет У трансляции есть подводные камни определенные Если сделать трансляцию То меньше людей живых придет А, ну да Это, кстати, да Об этом надо задуматься Николай, скажите А запись потом будет где выложена? Я выложу на Ютьюб В Фейсбуке выложу У себя, да, будет ссылочка? Да, конечно Хорошо Значит, напоминаем Что открытая площадка 10 сентября нам выбирать Галерея Прогресса 6 сентября То есть завтра 6 часов вечера Горького 5 Вход свободный Пожалуйста, приходите Николай анонсирует Всех кандидатов в губернаторы Пока непонятно только Игорь Васильев Придет или нет? Я еще один момент хотел озвучить Что здесь есть проблема со СМИ Так Потому что законодательцы Избирательные у нас такое Что они побаиваются Как бы ни получилось Чтобы потом Избирательная комиссия Не зашла Это как агитация Мы все побаиваемся Да, нас уже сочли Как вы знаете Да, я знаю Вот я считаю Что направить Избирательные законодательства Потому что это неправильно В данном случае Приходят все кандидаты И всех показывают И не выбирая кого-то И поэтому Здесь никакой агитации Ну а как вот там окажется Что один кандидат Другому какой-нибудь вопрос задаст Нехороший А тот еще замешкается Ответит как-нибудь неправильно Ну это И все Ну у нас же свобода слова Да, и все И избирком скажут Ой, это агитация В пользу другого кандидата Тем более это мероприятие Организую я лично Я на свои средства Оплачиваю аренду Там и остальное Все И поэтому Я не трайвинг В данном случае Ко всем Никто из кандидатов Из избирательного фонда Вам не оплачивают Нет Я бы и не взял Вы бы и не взяли Хорошо От этой темы немножечко отойдем Но от темы выборов Пока не уходим Сейчас сделаем Небольшой перерыв Через минуту вернемся Программа Особое мнение продолжается Напоминаю В гостях у нас Николай Пихтин Общественник Соорганизатор Дискуссионного клуба Вечерний Продолжаем обсуждать Тему выборов Предстоящих Напомню Они уже в это воскресенье Мы выбираем В Кирове По крайней мере Да Главу области Будущего И мы выбираем Депутатов городской думы Которые в свою очередь Выбирают потом Мэра города А мэр города Депутаты И все остальные Потом вместе назначают Главу администрации В общем такая хитрая Очень схема Николай Тут наши коллеги СМИ И избирком Сообщают нам о том Сколько кандидаты На пост губернатора Потратили На свою избирательную кампанию Я должна сказать Что цифры конечно Различаются Николай Барсуков От 245 тысяч До 32 миллионов Да Николай Барсуков Это партия Коммунисты России 245 тысяч Ушло на избирательную кампанию 31 тысячу Внес сам кандидат Сергей Мамаев 1 миллион 300 почти тысяч рублей Кирилл Черкасов Около 3 миллионов рублей 400 тысяч Заплатил сам Да Игорь Васильев Оказался действительно Лидером 32 миллиона Почти За небольшим Маленьким хвостиком 25 миллионов До избирательной кампании Выделила партия Единая Россия Часть средств Крупные предприятия Там много Таких предприятий Завод Лепсе Полтора миллиона Кировский ССК 1 миллион Комбинат ИСКОШ 500 тысяч Ну вероятно Там оставшуюся часть Может быть там Игорь Васильев Вносил сам Кстати Это умалчивается Умалчивается Да Ну и кстати Вот у других кандидатов Я тоже не вижу Насчет крупных предприятий Чтобы кто-то был Возможно там кто-то и есть Все равно же наверное Поддерживают бизнес Структуры Это же не запрещено У меня вот такой вопрос Николай А зачем вообще Тратить такие безумные деньги На избирательную кампанию Ну человек пытается Этими Так сказать Бложенными средствами Как-то Гарантии себе Какие-то получить Что ли От того что он будет выбран А как можно получить гарантии У нас прямой Подкуп избирателей запрещен Я говорю Почему Развешивание баннеров Если один может Там один Нарочий где-то повесить Другой может Двадцать пять повесить Вот Речь-то идет Это же естественно Нет Ну это понятно Психологически На людей Это все равно Это как Не крути Оно все равно действует Ну конечно Мы едем И дорожная И печатная реклама И визуальная реклама Они все действуют Но там еще на услуги Политологов Какие-то деньги тратятся И немалые Которые объясняют Как работать с электоратом Да Кстати Из-за этих Политологов Потом почему-то Никто не спрашивает Не спрашивают О чем О результатах О результатах выборов Но мне кажется Политологи обычно приезжают Работать с кандидатами Лидерами Ну во всяком случае Большее количество Политологов Обычно работает с лидерами Как раз Да Ну выборы нынче Конечно интересно Довольно Но Кстати я бы обратил внимание Еще на городские выборы На городские выборы Обязательно обратим внимание Там по-моему Порядка 200 человек Идет кандидатов На 36 мест Конкурентность выше Конкурентность гораздо выше Но тишина Почти полная Ну периодически Я вижу каких-то кандидатов Очень мелко В социальных сетях Которые выкладывают фотографии Со словами Вот я хожу Общаюсь с избирателями Есть такое Это есть Но очень мало Из 200 Ну я может там Ну десяток Может видел таких Это у нас кандидаты В депутаты городской думы Настолько Не могут себе позволить Проводить широкие Агитационные кампании Или просто не считают нужным Мне кажется Это такая ошибка Некоторых Которые Не используются Сети Все же это инструмент Довольно сильный Но молодые Кандидаты используют Но их немного К сожалению Ну есть Есть и другие механизмы Конечно Я знаю Двоих Которые просто Банально ходят по квартирам И разговаривают с людьми Но это тоже хороший вариант Эта миграция Это очень хороший вариант На самом деле Особенно учитывая Что самые дисциплинированные Избиратели Это пенсионеры А пенсионеры В массе И они любят поговорить Пообщаться В социальных сетях Не представлены И они запоминают Это все А то что деньги Вкладывали Какие-то организации Ну по большому счету Это их право Единственное что Чтоб не было здесь Чтоб эти организации Потом завязывали Своих работников Голосовать за кого нужно Вот в чем вопрос Ну у нас вообще Предполагали Что не должно быть такого Ну не должно Но оно есть Вы думаете Конечно Руководители говорят Прямо вот Вот за этого голосовать Николай подождите А вот вы так утверждаете То есть вам кто-то Рассказывал об этом Не рассказывали Да Конкретно люди рассказывали Это было на прошлых выборах Или это уже сейчас происходит Это было на прошлых выборах На прошлых городских выборах На прошлых городских выборах То есть говорили За конкретного кандидата голосовать Или за конкретную партию И причем Которыми Ну там было За кандидатом Было И причем Разговор строился таким образом Я с человеком разговаривал Когда я говорю слушай, ну, тебе директор приказал. Он говорит, да. Я говорю, ну, ты в кабинку зайдешь, тебя директор не видит. Голосуй, как тебе сердце велит. Голосование у нас тайное. Голосование тайное. Так, а директор, небось, просил какие-нибудь доказательства и подтверждения. А нельзя. Снимать в кабинке нельзя. Запрещено? Серьезно? Ну, я, насколько знаю, да. А откуда же тогда появляются все эти фотографии потом со спорченными бюллетенями? Трудно сказать. Кто-то нарушает закон. Это уже вопрос к наблюдателям, да. Кто-то нарушает закон. Хорошо, Николай. Хотя, на самом деле, конечно, ничего хорошего. Ничего хорошего. Еще одна тема. Но все-таки я бы хотела вернуться к выборам главы региона, потому что это связано напрямую с вашим завтрашним мероприятием. Социологи дали прогноз по выборам губернатора. Я не знаю, насколько мы сейчас будем в рамках закона с вами действовать, когда будем оглашать цифры Всероссийского центра изучения общественного мнения. Так вот, по данным их электорального расчета, результат Игоря Васильева составит почти 60%. Сергей Мамаев наберет чуть более 20%. Кирилл Черкасов 16%. У Николая Барсукова не очень большой результат. Там в пределах 2%. Расчет произведен на основе данных опроса населения, который проходил в Кировской области с 10 по 20 августа. Вот сообщает ВЦИОМ. Как вам кажется, насколько цифры адекватны? Вы знаете, вот у меня ощущение такое, что был второй тур. Ага. Да. Вот есть какое-то ощущение. Естественно, я доказать этого не могу, потому что это выборы только покажут. Но вот ощущение такое есть. Будет второй тур. То есть кандидаты, часть вот, в частности, Мамаев и Черкасов ведут очень активную деятельность. Правда? Очень активную деятельность, да. На самом деле. А я вот не вижу, к сожалению. Ну вот я вижу. А они тоже ходят по квартирам? Есть, да. Есть? Да. То есть сами или кто-то от них? Нет, от них кто-то. От них, представители, да? Так что вот у меня ощущение такое, что, может быть, не исключаю второй тур. Хорошо. Николай, можем ли мы с вами говорить по поводу явки? Явка, по-моему, низкая будет. Низкая на уровне скольки примерно процентов? Процентов 30-35 может быть. Я считаю, это очень низкая явка. На самом деле, вот я считаю, зря убрали вообще вот эту норму по явке. Это показатель деятельности власти, между прочим. Николай, ну а как же можно было не убирать? Выборы же это очень затратные мероприятия. Ну, представляете, один раз они признаны несостоявшимися, Ну, это очень эффективный показатель деятельности власти, в частности, в регионе. Я с этим соглашусь. Так что... Но мы же не можем говорить, что они для себя только это сделали. Они о бюджете радеют, я бы сказала. Нет, я согласен, но с другой стороны, получается смешно, парадоксально, что 2% придет и как бы проголосует, и все. Ну, мы надеемся, что все-таки придет не 2%. Ну, порядка 30-35, наверное, придет. Мне кажется, явка будет. Угу. Хорошо. Подумаем. Подумаем. Ну, это мое личное мнение. И посмотрим, что будет у нас происходить. Насколько у нас активными будут люди. Насколько нас, не знаю, там, порадует или не порадует погода. Потому что говорят, что выходные все-таки будут дождливыми. Это значит, что... Ну, мы уже привыкли за это лето. Часть избирателей не уедет на дачные участки. Все равно им будет заняться нечем. Поэтому, может быть, они все-таки дойдут до избирательных участков. Нечего, картошка, урожай плохой. Уже выкопали, между прочим, многие. Поторопились. Ну, а чего ждать? Все равно уже холодно. Ничего больше не вырастет. Согласен. К сожалению. Хорошо, Николай, переходим тогда к следующей теме. Пока не вижу, к сожалению, обновлений по Никите Белых. Нет новостей. Ну, мы ждем, наверное, результатов того, что будет. Я должна сказать вам следующее. Сегодня утром, это было удивительным для меня, я увидела публикацию на сайте агентства РИА Новости. Это государственное агентство информационное, я напоминаю. Публикация называется «Слишком добрый губернатор. Почему стало возможным дело Никиты Белых?» И там уж настолько прям вот все по-доброму написано. Комментарий Дмитрия Русских, который говорит, что Никита Белых был прекрасным губернатором. Да, мы с ним все время спорили по экономическим темам, говорит экс-депутат законодательного собрания, наш частый гость Дмитрий Русских. Но он был хорошим губернатором. Его всегда можно было встретить на улице, обсудить с ним любые вопросы. Открытым был. С молодежью общался. Тут же, значит, Сергей Корнаухов, мы помним, он на первом сроке Никиты Белых был в Кировской области, работал, тоже говорит, прекрасный был губернатор. Вот для меня это вообще удивительно. Ну вот Корнаухов, для меня это удивительно, потому что я читал его посты, где все наоборот. Но Корнаухов не отказывается от своих предыдущих слов о том, что, по его данным, Никита Юрьевич все-таки нарушал закон. Тем не менее, он говорит, что он был хороший, талантливый, эффективный губернатор. Нет, понимаете, если депутат или чиновник спорит с губернатором, и они не согласны, расходятся во мнении, это не значит, что губернатор плохой. Я с этим согласна. Это, наоборот, даже показатель хорошего. То есть он должен быть открытым, он должен спорить и доказывать свое, и слышать других. А это у него было. Я с этим согласна, Николай. Как вам кажется, с чем может быть связано настолько комплиментарного порядка статья, публикации на сайте государственного агентства в день начала рассмотрения дела по существу? Чтоб его оправдали. Вы думаете? Конечно, я не исключаю. Я вообще сейчас ничего не исключаю. Я не исключаю такое. Паркалатура зачитает обвинения, а потом откажется, и все. Ну, это так из области фантастики, но, тем не менее... Маловероятно. С Березина, вспомните, как было. Ну, с Олегом Юрьевичем, да. Он же тоже... Сколько дергали? Полтора года человека. Ее дергали, да. А потом раз, и все отозвали, и все закрыли, и оправдали. Кстати, никто не извинился. Ну, вообще, он, я насколько понимаю, мог требовать извинений, просто не стал. Он мог, да, и компенсации мог требовать, но он не стал, да. Так, ну что ж, я не знаю, честно говоря, предполагать, чем будет закончено сегодняшнее заседание. Ну, сложно удивляю. Даже сам, понимаете, даже противники, ярые противники, причем жесткие противники белых, они никто не верит, что произошло. И тоже я слышал от людей, которые вполне убежденно говорят, что да, его оправдают, поддержали год с лишним и выпустят все. Не, ну как так можно человека без вины год держать? Это другой вопрос уже. Ну, мы можем только предполагать, да. Конечно. Дождемся. Ну, поскольку сегодня было анонсировано, что заседание будет проходить каждую среду, видимо, одним днем и одной недели это не ограничится. Напомню, что в деле более 40 томов, насколько я помню. Еще одна сегодняшняя новость, такая, которая обсуждается на протяжении довольно длительного времени, это появление памятника Дзержинскому в городе Кирове. Сегодня в 10 утра его должны были открыть во дворе городского клуба ветеранов на улице Ленина, недалеко от бывшего универмага Вознесенский. Вот, мы помним, да, где это находится. Рядом с областной филармонией, напротив практически. Напротив. Да. Там такое небольшое здание, на котором есть даже табличка о пребывании там некогда Феликса Эдмундовича. И вот во дворе, значит, этого дома открывают трехметровый, насколько я помню, памятник Дзержинскому по инициативе ветеранов, кировских ветеранов ФСБ. Появление этого монумента, скажем так, да, вызывало много споров в социальных сетях, и СМИ обсуждали, насколько я помню. Ну, по сути, это разделились. Да, мнения разделились полярно. Вот, и правильно, да, так и надо. Все-таки там не стоит забывать свою историю. Вообще он молодец. Да, там это позор. Ну, понятно, что епархия выступила против, да, в лице отца Андрея Лебедева о том, что, значит, появление этого памятника, это оскорбление памяти жертв политических репрессий. Как вам кажется, вот сейчас, вот в это время, когда еще не устаканилось все, да, нет сбалансированной позиции по прошлому советскому, в том числе, да, раннему советскому, своевременной установкой появления этого памятника? Понимаете, здесь моя позиция в этом деле такая, что этот памятник установлен, ну, будем говорить, практически по частной инициативе во дворе их помещения. Это не общегородское какое-то скульптурное, и поэтому они имеют право это делать, ставить там, ну, кого они захотят. Вот если я, допустим, я вам говорил уже, если я надумаю там у себя во дворе памятник Деду Морозу поставить, то почему кто-то мне должен запрещать или так далее? Ну, захотелось мне, я поставил, это мой выбор. А как уж народ на это среагирует, это другая ситуация. Но то, что якобы там и Васильев придет на открытие, я считаю, вот это не совсем правильно. Опять же, вернемся к области. Но Игорь Владимирович у нас вчера открывал памятник Бюст Грин, он открывал, и потом, сколько дур, мать и дитя. Это городские, это городские. Опять же, вернусь я к Деду Морозу своему, если я построю памятник Деду Морозу, он придет ко мне на открытие? Я не знаю. Вот поэтому я и говорю, что... Дед Мороз не служил в АЧК, извините. Ну, я же образно про Деда Мороза-то говорю. Я понимаю. Так что, мне кажется, ему там нечего делать. Они пусть сами откроют, они сами решили, сами поставили, сами собрали деньги какие-то свои. Ну, мы ради бога. Почему запрещать кто-то должен? А реакция людей, естественно, нормально, общество фашистски разделилось. Ну, вот вы помните, да, что было при предыдущем главе области, у нас большие споры вызывала одна тема, да, переименование или возвращение исторического названия к городу Кирову, да, Киров или Вятка. И, в конце концов, я, насколько помню, Никита Белыхустав от этих споров и постоянных разговоров сказал, что мы на этой теме ставим крест на определенное количество времени и не поднимаем ее. Ну, она и при Василии поднималась уже, эта тема. И я до сих пор убежден, что город должен называться Вяткой. Поэтому так что... Сейчас, Николай, я думаю, там за стенкой телефон начнет разрываться от звонков тех, кто считает, что город должен называться Киров. Ну, это нормально. Но мы тогда никак не придем к единому мнению. Сложно, сложно. На самом деле, очень сложно, да. Ну, предлагались компромиссные варианты, да. То есть, по мятнику Дзержинскому, вы думаете, Ну, компромиссный вариант, кстати, был очень интересный. Киров на Вятке. Было дело. Мне нравится вот этот вариант. Очень интересно. В общем, вы считаете неправильным присутствие в Рио-губернатора на открытии памятника Дзержинскому, потому что сама история спорная и такая... Да, спорная и... Полемичная. Да, и памятник, это, по сути, частный. Хорошо. Хорошо, от темы Дзержинского отходим. Переходим к еще одной теме, которые свидетелем бы были, насколько я понимаю. Сделаем это через две минуты после небольшой рекламной паузы. Особое мнение. На 101FM. Мы возвращаемся в эфир. Напоминаю, выслушиваем особое мнение общественника с организатором дискуссионного клуба «Вечерний» Николая Пихтина. Возвращаясь к теме, которую я анонсировала до перерыва, тема хорошая. Я думаю, что вы сейчас нас порадуете своими комментариями. В Кирове наконец-то, наконец-то открылся новый большой сквер. Открывали его в минувшие выходные. Появился он на месте больничного городка на Московской. Территория была спорная. Напомню, что летом или весной этого года, где-то вот в конце весны, один из исполняющих обязанностей зампредов областного правительства, Дмитрий Курдюмов, ответственный в том числе за медицину, анонсировал, что после отъезда больничного городка территория будет облагорожена, благоустроена. И там будет как раз сквер. Через непродолжительное время исполняющий обязанности другого зампреда, Ольга Куземская, сказала, нет-нет-нет, подождите, это областная земля, а нам нужен конгресс-центр вот на этом самом месте. Но, тем не менее, все-таки зеленая зона. Но то, что сквер появился, это, честно говоря, заслуга общественности. Так что всем кировчанам спасибо. А вы думаете, это потому, что шум был поднят, да? Конечно. Я убежден в этом. А вы там были? Я был на открытии, да. Во время открытия, да. Ну, не до конца доделан, но очень приятно. Газончики сделали, вот фонтан еще откроют, лавочки удобные, освещение. Хотя по освещению там поработать можно, но, наверное, они там доделают, потому что там часть закрыта еще пленкой. Идет скульптурная композиция там сделана, городовому сделану, или городничему. Городничему, наверное. Городничему, да. Довольно интересное место. Я думаю, что кировчане полюбят. Одно, но мне показалось, все помнят, наверное, что у алых парусов были березки. Яблони. Ой, яблони. Яблони были возле алых парусов. И вот их там бы высадить бы яблонь побольше. А они там есть вообще? Я не заметил. Я не заметил. Высаживали деревья какие-то, но, похоже, не яблони. Деревья, насколько я помню, высаживал глава региона. В Рио. Нет? Не только нет. Это в один момент был там недалеко от фонтана, значит, он, быков подошли, значит, посадили дерево, а потом в другой стороне было, там, по-моему, с десяток было деревья, просто люди высаживали их. Ну, я помню анонс, который вы выкладывали в социальных сетях, призывали кировчан приходить целыми семьями и высаживать свое семейное дерево. Да, да, да. Вот там это и происходило, там, в углу, чуть-чуть подальше. Вы знаете, я про Рио, главу региона, спросила не просто так. Опять же, в социальных сетях, в комментариях люди писали следующее. Тот факт, что Васильев посадил какое-то деревце, дает нам гарантию того, что сквер не снесут и не застроят. Да нет. Да нет. Это выдумки. Выдумки, что дает гарантию? Причем тут? Там уже решено, там скверу быть, он уже есть. И пришел Васильев, не Васильев. Там нет свободного помещения под строительство Конгресс-центра? Я вот не успела добраться, к сожалению. Нет, нет, я смотрел, значит, там с одной стороны забором внесено, и там видно, еще даже строительство не началось, но площадка какая-то есть. Но Конгресс-центр, если чего-то большого, там нет места просто. Не войдет? Нет. Уже не войдет? Нет, нет, нет. У нас слушатели высказывались тогда в эфире. Ну и Конгресс-центр вообще нужен ли? Я считаю, выставочный зал может быть такой современный, хороший, может быть нужен. А Конгресс, не знаю. Ну где-то же надо проводить мероприятия. К нам же инвесторы приедут. Выставочный зал, это хороший, если вы выставочный комплекс сделаете, там все можно сделать. А где его сделать-то? У нас уже которую площадку из-под носа у правительства уходит? Ой, на самом деле, поискать можно найти. На выселках? Почему на выселках? Ну как, кстати, а почему бы где-то не ближе к окраине города? Почему сейчас сонартащить? Слушайте, я считаю, надо возле аэропорта построить. Ну где-то в той стороне можно. Там много свободного места. Ну в сторону Слободского, Чебец, да везде места у нас очень много. Инвесторы прилетели, сразу приехали. Конечно. Все дела порешали, тут же улетели. Кстати, отчасти транспортная проблема решается. Ну и в город не надо ехать, правда? Меньше в город, конечно. Никаких пробок. Ну хорошо, появление сквера, безусловно, позитивная новость, но есть новость негативная. Наши коллеги приносят нам. Приносят нам новости. Вот буквально полчаса назад в паблике «Строем Киров» появилось сообщение о том, что на улице Луганской не будет тротуаров. Об этом редактору сообщества рассказал рабочий, который утрамбовывает щебень на обочинах. Напоминает портал, что сегодня в 2 часа дня ожидается приемка дороги после ремонта улицы Луганской. И, собственно говоря, возмущение вызывает следующий факт. Как улица без тротуаров и освещения может сдаваться и создаваться по программе «Безопасные и качественные дороги»? Такой подход дискредитирует федеральный проект. Во-первых, улица Луганская довольно длительная, продолжительная. В каком месте ни было тротуаров, я, честно говоря, даже не представляю. В месте сделали дорогу. Дальше я не исключаю этот факт, что это как все поэтапно делается. Сейчас дорогу сделали, сейчас там подготовку проведут, потом тротуары будут. Но это надо разбираться. Я так однозначно, здесь сложно что-то прокомментировать. Я больше про свои тротуары у себя, у дома недалеко. А у вас, кстати говоря, там на дружбе-то что происходит? Вы постоянно выкладываете в социальные сети, страшные совершенно фотографии. Да там как тротуары, вообще как класс нет. Так. И город, мне 4 года, все, денег нет, денег нет, денег нет. Я уже губернатору писал, и прокуратуру, и везде. У меня вопрос. А вы с соседями вашими не пробовали в рамках проекта ППМИ все-таки какие-то действия? Нет, ППМИ в администрацию города ничего не помогло. А ППМИ-то не хотите? ППМИ, я не знаю, это надо проработать. Я не думал. Пока не думали об этом вопросе, да? Нет, ну здесь какой ППМИ, это естественно работа города. Разумеется. Тротуар, ну это ничего такое запредельное. Ну так вы еще 10 лет будете ждать. Надеемся, что нет. Сейчас такая пауза была. Промолчил, да. Была пауза, я так понимаю, что Николай просто задумался, так представил. Просто мне кажется, такого состояния тротуара в кавычках, его в городе вообще больше не осталось нигде. Место очень проходное, народу очень много ходит. Ну, грязь неимоверная. Ну, ощущение такое, что это не город, честно говоря, судя по вашим фотографиям. То есть ощущение какой-то непроезжей, непролазной улицы, деревни, я не знаю, поселка. То есть неблагоустроенные совершенно. Не, ну дождик пройдет, приходится по дороге обходить или на другую сторону переходить. А это создает, опять-таки, безопасность. Безопасность, никакой безопасности, точнее, да? Да. Хорошо, Николай, еще одна тема, которую, может быть, мы успеем с вами обсудить. Общественная палата Кировской области начинает подготовку к гражданскому форуму. Насколько я помню, он состоится у нас в конце ноября. В конце ноября. Сейчас на сайте Общественной палаты появилась уже ссылочка на сайт, опять же, гражданского форума, через который, прямо на главной страничке, да, можно отправлять свои предложения по темам и по секциям. Секретарь Общественной палаты Александр Галецких анонсировал, что в этом году гражданский форум, его основной темой будет тема наставничества, причем в разных совершенно сферах, как я понимаю, и наставничество над детьми, нуждающимися в опеке, сиротами, волонтерские какие-то такие вещи, и наставничество над молодыми специалистами, то есть абсолютно разные профили. Ну, передача опыта и все прочее. Как вам кажется, эта тема, она вот, почему вдруг родилась? Ой, сложно сказать, почему родилась, но мне кажется, это не совсем проблема Общественной палаты, вернее, она может быть в Общественной палате как одна из тем, но не как базовая, как главная на гражданский форум. Потому что, честно говоря, я даже не вижу, кто там может секции какие организовать, но будет две-три секции, но это, наверное, как-то не то. Но я так понимаю, что не исключено появление и других секций на другие темы? Ну, пока не знаю, даже вот по формату я пока ничего сказать не могу. Просто надо помнить и понимать, что задача Общественной палаты это развитие гражданского общества. Вот из этого надо как бы через эту призму смотреть и исходить. Но наставничество это ведь тоже важная часть? Ну, важная, я и говорю, одно из направлений. Одно из направлений, да. Хорошо, как вам кажется, если будут появляться какие-то другие темы, то вы бы, например, вот вы бы какую предложили? Я все же взял бы какой-то раздел из общественного контроля, который у нас пробуксовывает со страшной силой. Общественный контроль в какой сфере? Или вне зависимости? Я говорю, в какой-то сфере я бы взял. Это может быть и дорожная работа, это может быть это же жилищное строительство и так далее, и так далее. Может быть много. Вот общественный контроль у нас, конечно, пробуксовывает очень здорово. Все, вам кажется, тема проблемная, надо ее поднимать. Да, у нас просто даже у людей понимания до сих пор нет, а что такое общественный контроль? И вот это надо все развивать. Да, я вам должна сказать, что вообще, конечно, за организациями, в том числе организациями муниципальными, надо следить, надо контролировать. Вот к теме общественного контроля, пожалуйста. Общероссийский народный фронт, которого мы знаем, представителей, которого мы знаем как контролеров активных, достаточно. Они молодцы. Несмотря на то, что организации не совсем общественные, это, как мы понимаем. Но тем не менее. Тем не менее, молодцы, молодцы. Сообщает нам следующее. Первые сентября, начало учебного года, как мы понимаем, все побежали обновлять проездные. Да. И вот система электронной проездной фактически была парализована этим огромным количеством желающих. Активисты говорят о том, что год назад была точно такая же ситуация. Год назад были сделаны предложения, да, каким образом можно избавить от очередей. Тем не менее, вот люди пишут и жалуются, что стояли два-три часа для того, чтобы обновить каким-то образом эти данные. Здесь, понимаете, вот этот момент обновить. Что значит обновить? Это чиновник на компьютере поставит галочку. Это занимает две минуты, как говорит Алена Чеснокова, эксперт у нас. Меньше на самом деле. Наш век, 20-21 век, век технологии, IT, но это смешно. Это можно сделать приложение на сайте и так далее, и так далее. Масса вариантов есть. И то, что делается, но это смешно даже. Не подумали в очередной раз? Ну, не подумали, так скажем, да. Было много других забот? Конечно, да. Так что, нет, это абсолютно неправильно. А сами вы пользуетесь электронным проездом? Нет, нет. Вы пешком ходите? Почему? Я езжу на автобусе, на троллейбусах активно, за деньги я плачу. Это связано с тем, что возникают проблемы или вы просто редко ездите? Нет, я езжу очень часто. Проблема возникает в том, что это надо постоянно помнить, где-то идти, где-то платить деньги, чтобы на карте были деньги. У меня был раз случай, сел, у меня на карте закончились, и денег не было в наличке. Я был вынужден, был пешочком идти. То есть вас высадили? Нет, я сам высадил себя. Просто это все постоянно какая-то вот эта забота, ни к чему. И там экономии-то практически никакой нет. Ну, сэкономили 20 рублей за год, ну, боже мой, эти деньги. Не такая значительная сумма для нас. Конечно, конечно. Ну, хорошо, мы очень надеемся, что все-таки организаторы наши там, да, и ответственные за транспортные сообщения органы прислушаются, в том числе и контролерам. Да, конечно, конечно, сейчас механизмов полно есть. И давно пора вводить, чтобы с дебетовой, кредитовой, банковской карты можно было вводить. А разве нет такого сейчас? Разве нет такого сейчас? Там не все есть. Не все, некоторые только есть. То есть некоторые карточки позволяют это делать, а некоторые нет? Нет, да. Грустно, грустно. Система-то у нас существует уже несколько лет, и тем не менее, вот до сих пор вылазят какие-то косяки, я прошу прощения. Конечно. Хорошо. Николай Пихтин, общественник, сорганизатор дискуссионного клуба «Вечерний» был у нас в особом мнении. Давайте, Николай, мы с вами напомним то, с чего мы начинали. Площадка, открытая площадка, 10 сентября нам голосовать. Да, 6 сентября, завтра, в 18 часов, галерея прогресса. Всех приглашаю. Я напомню, что будут, пообещали, по крайней мере, кандидаты. Это губернаторы и Сураев, как человек, который заявил, что он готов стать мэром города. Будут презентовать свою программу, будут отвечать на вопросы. Пожалуйста, приходите, если вам не безразлично, то, каким образом мы вообще будем дальше существовать в нашей области и в нашем городе. Николай Пихтин, спасибо большое. Благодарю. Я Анна Лапшина с вами прощаюсь. До свидания.